Девушки отдыхают 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 Однако Тогдашняя промышленность Могла предложить Разве что Ламповые R2 и R9 Круглые и деревянные С максималкой до 130 км В недрах инженерных умов Рождается мысль О создании Некоего таинственного Вагонолаборатории Скоростного Чтобы изучить Все нюансы Взаимодействия Системы колесо-рельс На скоростях Свыше 160 км в час Ну, чтобы потом Построить полноценную Годноту Чтобы улучшить Качество результатов Решено было Ни одну ось Не обматоривать Как же Спросит джентльмен Поразгонять этот Потешный вагон А так же Как и в США Там Уже в 60-е Был построен вагон С реактивной тягой Серии М497 Какой-то он Недобрый Однако мы отвлеклись Сама идея Применить для тяги Вагон Реактивный двигатель Тем самым Оставив оси свободными Пришлось Конструкторам По вкусу Дело было за малым Найти двигатель И сам вагон Можно, конечно Попытаться Разработать Все это с нуля Но время Время Поэтому Более рациональным Оказался путь Использования Уже готовых Образцов Возьмем-ка мы Вагон От обычного Корыта Р-2 Или Р-9 Так он Меньше 20 метров Длиной А вот Есть Р-22 Почти на 5 метров Длиннее Пошу Хороший Слушай Хороший Р-22 Электропоезд Рижского Вагонного Завода Предназначенный Для работы На самых Загруженных Пригородных Направлениях Выпускался С 1964 По 1968 Год Вот тут уже Интересная фича Р-22 Вообще Необычная Машина С двумя Салонами В вагонах Тремя рядами Дверей И моторными Головами С рогами На крыше Такие аппараты Строил РВЗ Изготовив К 68 Году 66 Восьми Вагонных Поездов Начали они Уже все Ребята Строить Голову Для 67 Поезда Да Так Отступились Провались Совсем Все же Фермеры Попросили Достроить Хотя бы Две головы Одну Как раз Для нашего Вагона Лаборатории А второй Уход Чеки Мы про него В конце ролика Расскажем А пока Вагон Для кастома Есть А вот Двигатели Понятно Что двигатели Нужны были Авиационные В тот Период Доступными Были Турбореактивные Моторы Причем Самые первые РД-45 От МиГ-15 Но Вот Незадача Уж Очень Тяжелыми Были Эти Движки По 900 Килограмм Каждый И Вдруг Все Замечают Что В Союзе Уже Начали Упускать Вполне Симпатичные И даже Очень Легкие Аи-25 Реактивные Двухконтурные Движки Аккурат Для Новеньких Як-40 Потом Этот Самолет Станет Легендой Вот Кстати Кабина Аппарата Что Ж Все Основные Комплектующие Выбраны Можно Приступать К проектированию И постройке Чудо-поезда Эту Задачу Поручили Калининскому Вагоностроительному Заводу Он Кстати Имел Опыт Постройки Р-22 Выпускай Ранее Прицепные Вагоны Для Этой Серии В помощь Конструкторам Были Выделены Специалисты КБ Яковлева Скоростной Вагон Был готов 20 октября 1970 Года В том же Году Распались Битлз Но Это так К слову Вот Трансформация Нашего Вагона Голова От того Самого Недостроенного Ранее Р-22 67 Убираем Рог Крепим Нижние Фартуки Ставим Передний Обтекатель Ставим Задний Обтекатель Ставим Реактив От самолета Аппарат И готов Прелестно Прелестно Обтекатели Подбирались Эмпирическим Путем По воспоминаниям В аэродинамической Трубе Продувалось Не менее 15 штук Разных Их Видов В результате Коэффициенция Икс Был уменьшен До 0,252 Тысячных Это как у спорткаров Что интересно Стоковые Терцевые Стенки У вагона Не срезались Обтекатель Вешались Прямо на них Таким образом Бригада Смотрела Вперед Через два Ряда Стекол И двойные Стены Мощно Если уж Продолжить Тему Обтекателя То получился Он Таким Себе Хорошо Видна Некая Ступенька Вместе С напряжением Оригинального Кузова И этой детали Обтекатель Как бы Расширяется В этом месте Двойная Морда Дополнительно Приводила К запотеванию Стекол Поэтому Впоследствии На пресловутый Обтекатель Фермеры Добавили Решетки Вентиляции По бокам Но не будем Забегать Вперед Силовая Установка Нашего героя Два двигателя АИ-25 От самолета Як-40 Укрепленные На пилонах Давали Тягу До 3000 Килограмм Сил В сумме При этом Выхлопные Газы Могли Достигать Температуры 550 Градусов Чтобы Не поплавить Раньше Времени Крышу И не сделать Из персонала Курицу Гриль Туда Установили Специальный Защитный Экран Все остальное С крыши Было снято В Тотал А как же Прочее Оборудование Вагона Спросит Джентльмен Тут Весьма Кстати Оказалось Наличие Двух Салонов В первом Расположились Аккумуляторная Батарея Мотор Компрессор И другие Аппараты И узлы Установленные В стоке Под кузовом А во втором Салоне Фермеры Разместили Дизель Генераторную Установку Только Приемник Это не стало Для питания Компрессора Печей Цепей управления И освещения Ну и Обор дофига Всяких Датчиков Реле Приборов И прочего Целая Измерительная Лаборатория Что требовалось Для изучения Разных параметров Естественно Что для Пассажирского Салона Места не осталось Не менее Важным Стал выбор Тележек Для нашего Героя Оригинальные Серийные Решено Было Не ставить Выбор Пал На опытные Тележки От Р-22-15 Которые Имели Особое Пневматическое Подвешивание По словам Разрабов Им Очень Долго Пришлось Подбирать Состав Резины Для Центрального Люличного Подвешивания Зато Этот Р-22 На испытаниях Развил Скорость 160 Км Час По Отзывам Работать На нем Было Одно Удовольствие Вертикальное Галопирование Отсутствовало И в кривые Поезд Вписывался Как Самолет Тележки Для будущего Рекордсмена Оснастили Дисковыми Тормозами С двойным Приводом Электропневматическим И пневматическим Имелись И песочницы Для увеличения Сцепления Колес С рельсами При торможении Отдельное Внимание Было Уделено Стояночному Тормозу Он должен был Надежно Удерживать Вагон на месте При пуске Двигателей Быстро Сразу Как вагон Был построен Всем Не терпелось Начать Испытания Но Не так быстро Родной Сначала Попробуем На заводских Путях Первыми Официальными Испытателями Сверхвагона Считаются Машинист Михаил Непряев И Авиамеханик Алексей Лозов Наверное Это единственный Случай Когда поезда Испытывали Авиаторы Вот Уникальные Фото Правда Здесь уже Другой Авиамеханик Но зато Можно видеть Кабину Машиниста Еще На заводе К стоковому Пульту Как на Р-22 Был Добавлен Пульт Управления Реактивными Двигателями Надо полагать Это как раз Руды Да и Сам основной Пульт Претерпел Изменения Для сравнения Обычная Кабина Р-22 Как видите Она тоже Довольно Своеобразна И имеет отличие От привычных Каб Р-2 И Р-9 Мы обратили Внимание На место Расположения Скоростемера Сзади Это Типа Они так Поглумились Заводские Пути Не лучшее Место Для Скоростных Забегов Длина Путей Да еще И с кривыми Составляла Всего Несколько Сот Метров Однако Вагон Всего За 10 Секунд Набирал Скорость 50 Км В час Наладка Испытания На заводе Завершились К ноябрю 70 Года Вагон Выкатили На подъездные Пути Станции Калинин А затем С 1971 Начались Полноценные Скоростные Покатушки Участок Галутвен Озеры Где ковер Самолет Разогнался До 187 Км В час Можно было бы И больше Но кривые Кривые Поэтому Нашего Пациента Перебрасывают На Приднепропскую Железную Дорогу Где Испытатели На 14 Км Перегоне Постепенно Повышают Скорость Сто Шестьдесят В 1993 Году Сумел Ускориться До 271 Км Что Стало Мировым Рекордом Для Тепловоза Об этом Кстати У нас На канале Есть Подробный Ролик Достигнув Расчетной Скорости Все Основные Пункты Программы Были Выполнены Впоследствии Полученные Ценные Результаты Инженеры Применили При Создании Вагонов РТ-200 И Знаменитого Р-200 Опыты Со Скоростным Вагоном Лаборатории Доказали Что Система Колесо Рельс Может Быть Устойчивой При Скоростях Не Менее 360 Км В Час Интересно Послушать Очевидцев Высокоскоростных Покатушек Я Видел Этот Поезд На Испытаниях На Станции Новомосковск В 70-х Хотя Я Был Слишком Юн Он Стоял На Втором Пути Турбины Были Но Поскольку Жил Рядом Со Станцией То Часто Слышал Виск Турбин Что Тоже Впечатляло Разговаривал С бывшим Машинистом Которому Довелось Покататься На Испытаниях Этого Вагона Насколько Я Понял Каких-то Ярких Впечатлений У него От этого Не Осталось Он Сидел На Тормозах А силовыми Установками Управляли Свои Люди От Института Было Очень Шумно Переговаривали С криком Вспоминал Что Птиц В двигателе Засасывало В немеренном Количестве И После Каждой Поездки Их Выгребали Из турбин Буквально Мешками Вот Оно Как Петрович Резонный Вопрос А Что Что Дальше Как Мы Поняли Все Работы По Вагону Были Свернуты В 1977 Году С Уходом С Поста Министра Пути Сообщения Бориса Павловича Бещева Вагон Отогнали В тупик На станции Дорошиха Где он Дремал Вспоминая Скорость Рев турбин И Выпученные Глаза Простых Пациентов Отдельные Вурдалаки Понемногу Растаскивали Легенду На сувениры Ему Еще Помезло Что В те Годы Не было Пунктов Приема Металлолома Разве Что Пионеры Могли Собирать Металл Для школы Но В основном Бескорыстно И Вдруг Фигак 88 Год Бурное Развитие Получает Кооперативы И Вот По Рассказам Комсомольцы КВЗ Решают Превратить Наш Вагон В В Бар Видеосалон Получив Разрешение Они Вытаскивают Пациента Из Тупика К Цеху Специальной Продукции И Вычищают Изредно К тому Времени Загаженный Интерьер К большому Сожалению Вместе С хламом С вагона Демонтируется Практически Все Оборудование Которое Еще Там Оставалось Включая Уникальную Кабину Машиниста Дальше Цитата В связи С тем Что Собственная Обшивка Салона И Оконные Рамы Вагона К тому Моменту Выглядели Более Чем Плачевно Они Были Демонтированы Часть Оконных Проемов Заварили В остальные Смонтировали Рамы От серийных Плацкартных Вагонов Для чего Пришлось Немного Подогнать Проемы Стены Обшили Ламинированной Фанерой Используя Элементы Салона От вагона Ресторана В бывшей Кабине Машиниста Начали Строить Кухню А в первом Тамбуре Посудомойку А в салонах Кинозалы Кооператоры Комсомольцы Даже Перекрасили Кузов Из Кремового С красным В Бело-голубой К сожалению На этом Энтузиазм Работников Истяк Вагон Вновь Был Забыт И Отставлен На территорию Калининского Он же Тверской Завода Где Затаив Обиду На Несправедливый Мир Вновь Начал Покрываться Мохом Иногда Сердобольные Работники Завода Ходили К пациенту Подкармливали Его Косили Траву И даже Время От Времени Подкрашивали К концу Девяностых О Раритете Вспомнил Центральный Железнодорожный Музей Задумав Таки Перебросить Его Под Своё Крыло Для Этого Нужно Было Всего Ничего Перевести Чёрт Знает Насколько Засахарившуюся Единицу Подвижного Состава С уменьшенной Скоростью Через Весь Скоростной Ход Почему С уменьшенной Потому Что Кроме Уставшей Ходовки У Вагона Подчистую Сопрела Резина На Пневмокамерах Максимальная Скорость Которую Мог Держать Вагон Обеспечивая Безопасность Движения Не могла Превышать 25 Км В Час Руководство Понимая Что Подобный Эксперимент Это Как Минимум Головная Боль Было Отнюдь Не В восторге От данных Инициатив И Вовсе Их Не Одобряло А Затем Кто-то Предложил Восстановить Вагон Хотя Б Внешне И Установить Его Перед Входом На ТВЗ Но И Тут Что-то Не Сложилось Песко Строить Шпаклевать Весь Кузов Красить Потом Вести Такую Громадину На Трале Плюс Краны Не Меньше Двух Для Установки Видимо Решили Не Заморачиваться Решено Было Отрезать Переднюю Часть Пепелатца И Уж Ее Восстановить Как Полагается Что И Было Сделано В Июле 2007 Года Появилась Такая Вот Стелла С Подсветкой Памятной Табличкой И Все Такое Увы Внутри Не Осталось Ничего Из Первоначального Оборудования Но Хоть Часть Вагона Сохранили А Ведь Инженеры Всерьез Мечтали О Том Времени Когда Реактивные Поезда Станут Наряду С самолетами Этакими Братьями Которые Каждый По-своему Делают Общую Задачу Ты По-своему А я По-своему О Точно Целые Реактивные Поезда Е-мен Ну Как Говорится Суровая Реальность Помноженная На Физику Смотрите Сами Во-первых Шум Движков Не Зря Аэропорты Строят Чаще Всего За Городом И Тут Пришлось Бы Выносить Вокзалы Для Сверх Поездов За Пределы Населенных Пунктов Соответственно Теряется Преимущество Во времени У пассажира Поезда Которому Не Надо За Два Часа Прижать К Черту На Кулишке Сами Реактивные Выбрасывают Раскаленные Газы Поэтому На Всем Пути Следования Пришлось Б Отодвигать Постройки Дабы Не Спалить И К Такой То Матери Заодно Реактивная Струя Нехило Сдувала Балласт С пути Вместе С пылью Кепками Окурками И прочей Дичью Кому В рожу Кому Куда Попало Придется Бетонировать Весь Путь В тотал До Кучи Уже Появились Электродвигатели Которые Были Способны Толкать Подвижной Состав До Двух Стать Км Час И Выше Мы Про Р-200 Р-ка Не Сдувала Щебень Не Шумела Как Сволочь Мешая Людям Слушать Мэрильон И Не Поджаривала Прилегающую К пути Инфраструктуру Иначе Говоря Вела Себе Как Истинная Леди Конечно Наш Герой Мог Ехать И Быстрее Р-200 Но В 70-х Годах Даже На Главном Ходу Продвинутых Дорог Скорость По Перегонам В основном Составляла Не Более 120 А По Станциям Быструю Езду Так Вагон Остался Единственным И Неповторимым В Союзе Интересно Что Американский М-497 После Испытаний На Реактивных Двигателях Также Не Катался Правда Его Продолжили Эксплуатировать Вплоть До 80-х Годов Но Лишь В Качестве Обычного Пассажирского Вагона Демонтировав Самолетные Моторы Чтобы Зрителю Совсем Грустно Не Было Отметим Малоизвестные Факты Из Биографии Нашего Больного Он Снялся В кинокартине Хочу Быть Министром Советской Ленте Про учащихся Железнодорожного ПТУ В качестве Рабочего Агрегата Про Вагон И его Похождение Было Написано В книге Станция Называется Некое Его товарища Богомаза В модельной Индустрии Можно Найти Прекрасно Выполненный В 120 Масштабе По-настоящему Уникальный Можно Порадоваться Что он Был И даже Сумел Выполнить Возложенные На него Задачи Но В то же Время Жаль Что Никто Так И не Посчитал Нужным Сохранить Исторический Вагон В полном Объеме А не Только Его Фрагмент Теперь Как Обещали Вот Про Это Мы Видим Другую Достроенную Голову От Р-22 67 Обозначенной Впоследствии Как Р-22 Тоже Нужно На фото Видно Что По итогу Теста Больной Был Разрушен И Списан А вы Друзья Товарищи Хотели Быть Продолжить Эксперименты С турбовагонами Или Это Не Имеет Смысла Поскольку Минусов У него Все равно Будет Больше Напишите Хоть В комментах Прям Не Знаю Ну Вот Всем Спасибо За Просмотр Ролика Всем Удачи И До